Рассмотрим, как работает шагомер. Зажимайте кнопку Adjust в режиме текущего времени. Здесь мы выставляем, какое количество необходимо пройти за день шагов. Максимальное количество 50 тысяч, единица настройки 1000 шагов. Собственно, каждый под себя устанавливает, какое значение в течение дня необходимо пройти. Сохраняйте на кнопку Adjust, нажимайте. Нажимайте правую верхнюю кнопку и здесь мы можем увидеть количество шагов, а также график шагов на каждый час. В нашем случае 0, графика никакого нет, поскольку часы не использовались в качестве шагомера. Но если вы будете использовать его, вы увидите, как на примере в инструкции к часам указано количество шагов, а также график на каждый час. По достижению заданной цели, любого количества шагов, которые вы выбрали часы, издадут звуковой сигнал о том, что цель достигнута, тем самым вы прошли то количество шагов, которые выставили в изначальных настройках. Рассмотрим настройку часов. В режиме текущего времени зажимайте кнопку Adjust. Здесь мы попадаем в настройку нашей цели на день шагов, то, что мы рассматривали ранее. Дальше кнопку Mode. Здесь вы можете принудительно обнулить секунды, нажимая на правую нижнюю кнопку. Далее кнопку Mode. Переходим в разряд часов. Изменяйте значение часов, нажимая на кнопки с правой стороны. Вот все меняется, все работает. Дальше кнопку Mode. Переходим в разряды минут. Аналогичным образом изменяем значение наших минут. Дальше кнопку Mode. Формат времени. 12 и 24-часовой формат времени можно выставить. Далее кнопку Mode. Здесь текущий год до 2099 года. Далее текущий месяц выставляете. И далее текущую дату. Здесь автоматический календарь до 2099 года. Здесь On или Off это звук кнопок. Можете включить либо выключить. Комогу ЛТ это длительность подсветки. 1 секунда, либо 3 секунды. Как вам удобно, так выставляете. И обратно вернулись к шагомеру. Сохраняйте на кнопку Adjust. Если по каким-либо причинам у вас отсутствует правильная синхронизация стрелок с электронным временем, необходимо выполнить калибровку. Для этого вы зажимаете кнопку Adjust примерно 5 секунд. Все стрелки должны перейти в вертикальное положение. Ну и мигать индикатор 0.0. Скорее всего, если у вас нет правильной синхронизации, стрелки не перейдут в вертикальное положение. И вам необходимо их принудительно подогнать, нажимая на кнопки с правой стороны. Вот так вот. Если зажмете, то минутная стрелка быстро начнет двигаться. Если дискретно, она будет медленно перемещаться. Но в любом случае, все стрелки минутная и часовая должны быть в строго вертикальном положении. После чего калибровка будет считаться выполненной правильно. Строго вертикально. И дальше сохраняйте на кнопку Adjust. После чего аналоговое или стрелочное время правильно синхронизируется с электронным временем. У нас 15.27, время выставлено верно.